Как неожиданно и ярко, на влажной небо синеве, воздушная воздвигла сярка в своем минутном торжестве. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла, она полнеба обхватила и в высоте изнемогла. Это стихи Федора Тютчева, написанные в 1865 году. Знал бы великий русский поэт, что спустя 145 лет в его стране станут преследовать эту самую радугу, которую он воспел. Друзья, и если бы я сейчас шутил, оно происходит на полном серьезе. Одна ненормальная, некто Лахова, член Совета Федерации, кстати, детский врач в прошлом, что-то в этой радуге такое увидела представители секс-меньшинств. Видишь, цвета ее в своем флаге используют, ага, и предложила жестко разобраться. Возможно, даже запретить. У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые, вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое тоже называют радугой и так далее. Потребляйте это мороженое и так далее. Поэтому это косвенно, но это все-таки заставляет привыкать наших детей. Вот тот случай, когда прям жалеешь, что не вписали запрет на радугу в Конституцию в качестве одной из многочисленных дебильных поправок. Ну, а если серьезно, мне даже страшно представить, что творится у таких людей в головах, а они ведь законы для нас принимают. Начинаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А меж тем в российской политике начинают появляться новые лица, но, к сожалению, из той же когорты, что и Лахова, совсем недавно рассказывала о Кате Мизулина. Их она стала членом общественной палаты России. Это дочурка другой сенаторши, не менее чудаковатой, но тоже любимой в народе. По прыгуни с шестой, а с шестом и сын Баеву все чаще на охотном ряду и в районе Белого дома видят. Того и гляди, какой-нибудь важный пост девица займет. Например, Академию наук возглавит. Ну а че? Про матершинника Шнурова, выступающего на сцене без трусов, тоже все в курсе, да? Однако отдельного внимания все-таки заслуживает последняя новость. Двоюродный племянник Владимира Путина Роман стал главой партии «Народ против коррупции». Есть, оказывается, у нас и такая. Уже в сентябре партия планирует принять участие в региональных выборах. Они пройдут в 14 субъектах федерации, а через год поборются за мандаты депутатов Госдумы. Это главная задача, которую мы перед собой ставим, сообщил новоиспеченный лидер. То есть, понимаете приоритеты? Зачем вы создали партию? Да наплевать, зачем? Наша главная задача – участвовать в выборах. Кстати, даже слоган их кампании могу прямо сейчас озвучить. Ну, в смысле угадать. Путин – наш кандидат. С этим, видимо, и двинут. Хотя именно ради Онова, подозреваю, господина Романа, ребятишки под свои флаги и дернули. А он, к слову, никогда не стеснялся использовать образ дядюшки. Тоже когда-то пошел по его стопам, поступив в военное училище в 96-м. Правда, в тыловое, что, однако, не помешало парню получить через 4 года государственную награду за мужество и героизм. Курсант, тыловик, награду за мужество и героизм получил. Затем были 2 года в качестве офицера ФСБ, а после по линии госслужбы и коммерции человек пошел на позициях всевозможных начальников. В 2014 году вместе с папой Игорем создал консалтинговое агентство. С названием даже не заморачивались. Путин – консалтинг, контору окрестили. Теперь вот в депутаты собрался от партии какого-то народа, который против какой-то коррупции. Молодец! Это реальная журналистика у нас, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Поехали! Дорогие друзья, я не часто это делаю, но в данный момент мне, наверное, и не хочется оставаться равнодушным. Предысторией послужило недавнее знакомство с одной женщиной, которая возглавляет общественную организацию «Солнечные дети». Есть особые дети – дети с синдромом Дауна. Кто-то их считает инвалидами, но факт остается фактом. Они уже есть, их огромное количество. А вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать? Какие шаги необходимо предпринимать? Родители зачастую не знают. Этим людям помогают те, кто сами прошли через нечто подобное методом проб и ошибок, придумали и внедрили нужные методики. Каждый год рождается вот сейчас около 30 детей. Когда организация только появилась, это была цифра около 60. То есть, получается, больше 40 детей оставались в детском доме, и только 15, 10 детей оставались в семьях. Вот с ними мы начали заниматься. Самое первое, с чего мы начали, это ранняя помощь. То есть делились опытом наши иностранные коллеги. Мы смотрели маленькие ступеньки, были такие пособия. В данный момент благотворительная организация «Солнечные дети» испытывает определенные финансовые трудности. Нужны новые помещения, появились дополнительные расходы. По части программ прекратилось финансирование со стороны государства. Виной тому кризис в том числе. Никого ни к чему не призываю. Но если сможем помочь, давайте это сделаем. Реквизиты организации внизу. А кому, кстати, планирует противостоять партия Романа Путина в нашей стране? Да неужели приближенным дядей, которых мы ошибочно называем олигархами? Почему ошибочно? Ну, потому что в России даже понятие олигархии умудрились извратить. Кто такие олигархи? Это богатые и влиятельные люди, в том числе за пределами собственной страны, которые, к слову, часто обоснованно влиятельными-то являются, потому что не только самообогащением занимаются, но и пользу обществу приносят. Например, Ротшильды. Внесли в свое время нехилый вклад в индустриализацию Европы. Финансировали строительство железных дорог во Франции, Бельгии и Австрии. Помогли при строительстве, а потом выкупе акций Суэцкого канала. Рокфеллеры стали основоположниками такого понятия в бизнесе, как логистика. До них никто понятия не имел, как правильно все это дело выстроить или Сорос. Финансируют науку. Отдельно взятых гениев, а что же наши, ну, например, Ротенберги. Да ничего, бюджетные бабки пилят на стройках века, вот и вся их деятельность. Ну, скажем, Крымский мост, давайте вспомним. Мост через Керченский пролив подорожал. Глава российского мигранца оценил строительство объекта в сумму 50 миллиардов рублей. И это минимум. Таким образом, стоимость моста выросла вдвое. Еще 4 года назад этот проект оценивали в сумму не более 25 миллиардов рублей. Мост через Керченский пролив подорожал в два раза. Теперь стоимость проекта оценивается уже в 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов. Как сегодня стало известно, мост через Керченский пролив обойдется как минимум в 200 миллиардов рублей. Керченский мост построят за государственный счет. Стоимость оценивают 250 миллиардов рублей. Или строительство мегагазопроводов, которые появлялись одно время как грибы после дождя. Северный поток. Северный поток 2. Поток турецкий. Сила Сибири. А что в итоге-то с этими стройками века? Да не, никому не нужны оказались. Потому что северные потоки, например, начали делать в условиях санкций. Уже тогда было понятно, что судьба данных проектов призрачна. Сегодня оба предприятия банкроты. Одну трубу даже уже разбирать начали. Нельзя было оное предусмотреть. Нет, деньги же были выделены. Осваивать было нужно. С силой Сибири другая история, но она похожа на эти. Трубопровод планировали под китайцев. Китайцы сразу сказали, мы не уверены, что оно нам надо. Хотите, стройте, но убытки в случае чего несете вы? Чихать. Построим. Тут же такой кусок жирный. Жирный кусок также оказался никому не нужной растратой, в которую вломили десятки миллиардов и не рублей. Думаете, друзей, амператора оно остановило? Они теперь в этой Сибири возводят крупнейший газоперерабатывающий завод в мире. Вот только для кого устроят, так же непонятно. От этого проекта, как и от силы Сибири, китайцы тоже отказались. За счет бюджета будем достраивать. Что с этим заводом станет потом, пока еще никто даже не думал. Хотя я вам скажу, что с ним будет. Построят и бросят за ненадобностью. Повторюсь, тут главный процесс освоения денег на этапе возведения, а дальше трава не расти. Примеров аналогичных. Да выше крыши. Олимпийские объекты, давайте вспомним, которые сегодня простаивают. Ну, хотя бы потому, что уровень жизни россиян не позволяет среднестатистическому гражданину съездить на выходные в Сочи, на лыжах покататься. Да и как показывает практика, за границу дешевле. Или стадионы для Мундиаля. У меня в Екатеринбурге, в одной автобусной остановке от дома, арена, в которую врюхали 28 миллиардов. И что вы думаете? Эта арена здорово востребована после чемпионата? Да нет, она так же простаивает. Не нужна никому, потому что... Причин две. Первое. Россия – это не футбольная страна. Местный клуб «Урал» играет в какой-то не самой знамеозаметной лиге. Ну, 4-5 матчей за год случается, и все. А еще ребята ведь догадались построить летний стадион, ага, на Урале. Который с октября по май, в принципе, невозможно использовать. Зато 28 миллиардов шарашили. Дядьки там этот барыш с удовольствием попилили. Про реновацию в Москве, так это вообще моя любимая история. Всем афера, афера. Миллион человек ведь Собянин по той программе отселяет. Вы хотя бы примерно себе представляете, сколько это. Это Омск, блин. Это два Ставрополя. Представьте, сколько оно стоит. Во сколько данная затея обойдется налогоплательщикам. Но кто-то из друзей самодержца на этом нехило и заработает. Продолжим, впрочем, в следующий раз, подытожим. Олигархи ли это? Ну, вот те господа, о которых вам всю программу рассказывал, да нет. Это обычные пилельщики бюджетов. Про хвосты, которым даже на результаты наплевать. Цель хапнуть здесь и сейчас. Можно ли происходящее расценивать как коррупцию? Наверное, можно. А станет ли такими коррупционерами заниматься партия Романа Путина? Ладно, все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.